Богомол Богомол А ты бы хотел увидеть огромных богомолов? Конечно, при условии, что находишься в безопасности, например, в танке. Ответь в комментариях. Что ж, если ты думаешь, что змея просто не повезло, то ошибаешься. Вот что будет, если в захват богомола попадет еще более крупная ящерица. У нее есть лапки, но, спойлер, это ее не спасет. Начало охоты выглядит как эпизод фильма ужасов про инопланетян. Например, про хищника, который пользовался костюмом для невидимости. Только богомолу не нужны спецэффекты, он отлично мимикрирует и сливается с окружающей средой. Богомол — хищник, который делает засады, и получается это у него виртуозно. Согласись, ты не сразу распознал в этой веточке насекомое. Ящерица замечает угрозу слишком поздно. Но главная ошибка — рептилия недооценила противника. Ее легко понять. Она видит размеры насекомого и думает, что это обед. Действительно, ящерица могла бы откусить богомолу голову в один момент. И даже успевает выпустить липкий язык. Но богомол мастерски уворачивается и переходит в контратаку. Он бьет ящерицу и хватает ее таким образом, чтобы собственная лапка служила чем-то вроде распорки для пасти противника. Рептилия просто не может укусить богомола. А тот использует свой коронный захват и снова принимается работать челюстями. Страшно смотреть, как легко они справляются с грубой чешуей жертвы. Единственный шанс рептилии — отбросить врага с первых секунд стычки. Легкий богомол может отлететь достаточно далеко, чтобы ящерица успела убежать. Но если насекомое сможет вцепиться в жертву и атаковать шею, то хищник станет добычей, и ящерица превратится в сытный обед. А ведь ящерица весит примерно в 20 раз больше врага. Невероятная сила богомола сочетается с храбростью. Конечно, обычно богомолы охотятся на более мелкую дичь, которая сопоставима с ними по габаритам. Чаще всего на насекомых. Летит себе такое создание по своим делам, и тут вдруг ближайшая ветка превращается в чудовище с пугающим взглядом, и молниеносно бьет лапами точно в цель. Длительные погони не про богомола, но дистанция выстрела лапок во время атаки у него может достигать половины длинной тела за счет движения задними конечностями. Кто же может совладать с богомолом? Сразу приходит в голову ответ – другой богомол. Ведь говорят, что самка этого насекомого съедает самца после спаривания. Но на самом деле все сложнее. Чуть позже мы подробно расскажем тебе об этом, ведь куда большую угрозу для богомола может представлять другое чудовище, например, паук-верблюд. Даже если не страдаешь шерохнофобией, при первом же взгляде на это существо становится не по себе. Это крупное существо, которое имеет менее длинное, но намного более плотное и массивное туловище, чем у богомола. Восемь сильных лапок и, главное, пасть со швалами, которые напоминают нечто среднее между клыками и клешнями. Укус такого существа не только ядовитый, но и невероятно болезненный и напоминает удар строительного степлера. На фоне такого монстра богомол кажется красавчиком. С его благородной прямой спиной и тонким телом он кажется рыцарем, который сходится против чудовища в бою. Хотя, конечно, оба эти создания жестокие хищники. Когда в поединке сходятся две такие твари, за кого ты будешь болеть? Ответь в комментариях. Богомол и паук-верблюд атакуют друг друга с такой скоростью, что их движения кажутся неуловимо быстрыми. Оба агрессивно нападают и хватают противника. Богомол отводит лапки паука от своих глаз и использует коронный захват. Но его противник непрост и кусает огромными челюстями прямо захватательные лапки, чтобы лишить противника главного оружия. Они несколько раз сходятся и расходятся, по очереди атакуя друг друга. Ни один не уступает, так что результат поединка можно назвать ничьей. В дикой природе, если бы эти создания и встретились, то половина поединков закончились бы победой богомола, а половина – победой паука-верблюда. Главное, кто успеет добраться до головы противника первым. Однако у богомола довольно много шансов выйти победителем. А как быть с обычными, но огромными пауками, например, с тарантулами и птицеедами? А они смогут дать бой и одолеть богомола с более однозначным результатом? Сейчас узнаем. Тарантул обладает важным преимуществом. Он не только намного крупнее богомола, примерно в 3-4 раза, но и не менее быстр. Тарантул приподнимается над землей и разводит лапки. Каждая достаточно сильна, чтобы схватить богомола. Главное оружие паука – хелицеры, ядовитые зубы. Если насекомое попадет в лапки пауку, он накроет врага собой и впрыснет в богомола яд до того, как тот успеет в полной мере воспользоваться своими лапками. Однако это поединок на земле, на ровной поверхности. Если богомол может атаковать сверху, то ситуация меняется, и уже насекомое получает преимущество. Так что в мире все же есть создание одной с богомолом весовой категории, которые могут дать ему отпор, но ни одно из них не может чувствовать себя в полной безопасности, когда рядом этот хищник. А сам он может отбиться от большинства врагов с сопоставимых размеров, кроме многоножек, но они читеры, так что о них мы расскажем чуть позже. Только животные в несколько десятков или даже сотен раз больше однозначно сильнее богомола. Именно это вдохновило создателей старинных стилей китайского кунг-фу. Ты видел, как в разных боевиках эти войны пародируют движения животных и атакуют стилем, который похож на них? Например, если боец использует стиль обезьяны, то подражает их повадкам. Боец, который наследует змею, стелится в низких стойках и бьет кончиками пальцев в болевые точки. Круто, конечно, но мало кто знает, что среди звериных стилей кунг-фу есть один, вдохновением для которого было насекомое. Конечно, это стиль богомола. Его ключевые особенности – это сочетание прямой спины с молниеносными ударами и захватами рук. Такой боец не пытается двигать корпусом в широкой амплитуде, вместо этого сохраняя баланс и нанося удары под разными углами. Но главное – это выработка молниеносной скорости. Удары следуют друг за другом. Блок переходит в контратаку, попытки ударить чередуются с захватами за руки врага. Согласись, действительно похоже, правда? Конечно, древние китайские мастера вдохновлялись лишь основными принципами, создавая свой стиль, подходящий под человеческую анатомию. Но общего действительно много. Как знать, может быть, если из Чернобыля сбегут гигантские богомолы, именно такие бойцы будут единственными, кто сможет им что-то противопоставить. Только давай договоримся, если тебе нравится эта идея, и ты когда-нибудь на ее основе снимешь трэш-боевик в стиле Родригеса, не забудь поделиться с нами кассовыми сборами. И так же, как в фильмах, про боевые искусства, главный герой достигает мастерства путем долгих тренировок. Так же и богомол не против иногда размяться. Как же выглядит тренировка богомола? О, ты будешь в шоке? Только посмотри на этого малыша. Он отбивает искры от сварки своими молниеносными ударами лапок. Конечно, это инстинктивная реакция на очень быстрые и небольшие летящие объекты. Богомол просто видит, как что-то летит в его сторону и сразу пытается отбить атаку. Но со стороны действительно напоминает бой с тенью. Выглядит круто, ведь для размеров богомола каждая искра — это как выстрел лазера. Так что в какой-то мере богомол овладел джедайским искусством отражать атаки. Но какие самые эпичные поединки богомола, которыми вдохновлялись мастера кунг-фу еще сотни лет назад? Это поединок двух таких насекомых друг против друга. Когда сходится пара бойцов с одинаковой тактикой, все решает только мастерство, сила, скорость и внимательность. Два богомола могут сражаться в разных обстоятельствах, например, за территорию или за добычу. Их поединок действительно напоминает кулачный бой. Оба насекомых слегка приподнимаются и наносят друг другу быстрые удары, а также пытаются зацепить передними лапками. Оба знают, насколько опасны челюсти противника, поэтому любой ценой избегают попадания туда. Наверное, это настоящая дуэль мира насекомых, которая выглядит наиболее благородно. Если богомол такой крутой боец, то есть ли в его весовой категории существо, которого он бы боялся? Ведь ты видел, что даже паук-верблюд с трудом отбивается от богомола, а тарантул вынужден постоянно защищаться. Кроме того, даже скорпионы с трудом и далеко не сразу одолевают богомола. И это при многократном преимуществе в весе огромных клешнях, прочной броне и ядовитом жале. Даже все эти преимущества не дают скорпиону легко расправиться с богомолом, и насекомое вполне может отступить, чтобы остаться в живых. Получается, что богомол – самое опасное насекомое из всех живущих поодиночке. Вообще-то, нужна разве что настоящая армия муравьев, чтобы справиться с одним богомолом. И даже муравьям приходится прибегать к по-настоящему экстремальной тактике. Посмотри, один из них буквально бросается прямо в пасть к богомолу, чтобы собственным телом заблокировать челюсти врага. Только тогда у остальных членов их боевого отряда появляется шанс против богомола. Впрочем, нужно признать, что богомол не самый крутой парень в этом бойцовском клубе. В дикой природе сложно найти однозначного чемпиона. В микромире насекомых есть хищник, который легко расправится с богомолом в поединке один на один. Для этих существ богомол – жертва, а не угроза. Речь идет о многоножках и скалопендрах. Согласись, логично, если богомол сражается лапками, то тот, у кого больше лапок, тот и выиграл. А у многоножек, как ты понял из названия, конечностей действительно намного-намного больше. Несколько десятков. И все они сильные, быстрые, а иногда еще и ядовитые. Чтобы одолеть богомола, многоножка или скалопендра использует свои лапки для обездвиживания противника, а затем мощными челюстями добирается до его шеи. Там, где голова переходит в корпус, находится узкая, а потому слабозащищенная часть тела насекомого. Даже удивительно, как хорошо эти существа подготовлены для эффективного противостояния. Будто они какие-то военные курсы проходили, на которых изучали сильные и слабые стороны противника. А как же с той легендой о том, что самка богомола откусывает голову самцу после спаривания? Что ж, доля истины в этом есть, но на самом деле по большей части это черный пиар. Явно краски сгустили парни с разбитыми сердцами. Вот самец подбирается к более крупной и сильной самке. Они спариваются, и он спокойно уходит, а затем снова и снова. И после визита к очередной пассе самца действительно съедают, но дело не в жестокости. На самом деле, во время сезона спаривания самец богомола становится заложником инстинкта размножения. Он ищет так много разных самок, как только возможно, и тратит на процесс оплодотворения свои силы без остатка. Самка, которая становится его последней, скажем так, возлюбленной, съедает кавалера не столько из-за агрессии, сколько из-за того, что он и так бы не пережил следующий день. Слишком много сил отдал романтическим порывам. А самке для вынашивания максимального количества яиц нужно как можно больше питательных средств, особенно белка, так что в некотором роде она использует самца как источник пищи именно ради потомства. Конечно, это поведение инстинктивное, а не осознанное, так что не стоит видеть здесь слишком много благородства со стороны самца. Вряд ли он жертвует собой ради продолжения рода, скорее не знает меры, когда вопрос касается размножения. И все же такое поведение удивительно, правда? Что ты об этом думаешь? В любом случае, отвага, сила и такая самоотдача ради продолжения рода дали свои результаты. Ученые насчитывают около двух сотен видов богомолов, которые обитают в обеих Америках, Азии, Африке, Австралии и Европе. Причем они отлично себя чувствуют и в каменистых пустынных регионах, и в прохладных лесах, и в тропических джунглях. Только северные холодные края для них не подходят. Когда самка откладывает яйца, те размещаются внутри так называемой яотеки. Это довольно большое формирование с пористой структурой, в котором из яиц вылупляются богомолы на начальной стадии жизни. Атеки защищают яйца от внешней среды, позволяя им выдерживать даже серьезные перепады температуры и влажности. Всего яиц около 250. Конечно, далеко не все личинки достигают взрослого возраста, на них активно охотятся птицы и другие хищники. Однако особую угрозу для богомола представляют существа, которые являются еще более примитивными и мелкими относительно насекомых. Это черви-паразиты. Их называют волосатиками. И эти создания, наверное, единственные представители микромира, против которых у богомола почти нет шансов. Ведь эти паразиты проникают в их тела, разрастаются и заполняют богомола полностью. А когда выходят наружу, то это пострашнее, чем рождение чужого. Как же волосатик оказывается внутри богомола? Это хитрая ловушка мира дикой природы. Личинка червя живет в водоеме. Там ее съедают насекомые, которые в воде переживают свою личиночную фазу. Точнее, им кажется, что они съедают личинку червя, которая на самом деле легко выживает внутри носителя, покрываясь твердой оболочкой. Личинка червя ждет, а терпения у нее хватает. Когда насекомое вырастает и выходит из воды, оно становится и жертвой богомола, который вместе с ним съедает и личинку червя. Бум! Капган захлопнулся. Червь попал в богомола, и насекомое обречено. Волосатик начинает расти и практически заполняет все тело жертвы. Но даже это не самое страшное. Червь контролирует поведение богомола, пробираясь в мозг насекомого. Если когда-нибудь Стивену Кингу нужен будет источник вдохновения для самого страшного романа всех времен, мир насекомых отлично подойдет. Под влиянием червя волосатика, богомол становится максимально осторожным, так как по плану паразита наземные или воздушные хищники не должны съесть его носителя. Богомол уже не будет спариваться или иметь контакты с другими насекомыми. Вместо этого он аккуратно и осторожно подбирается к воде. А ведь обычно богомол ее не любит и избегает. Подойдя к воде, насекомое теряет ориентацию из-за бликов света, которые попадают на его чувствительные глаза. В результате богомол просто бросается в воду, и так червь выбирается из его тела. Зачем весь этот план? Дело в том, что для волосатика тело богомола – идеальная среда обитания, но размножаться паразит может только в воде. Так что цикл продолжается. То есть паразит не только питается богомолом изнутри, но еще и контролирует его поведение. А главное, целеустремленное ведет к опасности. Ведь после выхода из тела паразита, раненый и не любящий воду богомол, уже скорее всего не вернется на берег. И все для того, чтобы червь смог продолжить собственный цикл в тех условиях, которые для него оптимальны. А как быть с размножением самого богомола? Период личинки у этого насекомого имеет красивое название – нимфа. Но, поверь, с первых секунд их жизни полна испытаний, ведь иногда мать проявляет агрессию по отношению к ним. Так что характер богомолов закаляется с детства. В результате мы имеем настоящего воина, который агрессивно реагирует на почти любые угрозы. Человек для богомола – это как Годзилла, великан, которого не остановить. Так что для нас они не опасны. Тем более, что ядом насекомое не обладает. Но зато обладатели ядовитых жал, которые могли бы стать для человека проблемой, для богомола вполне преодолимые препятствия. Например, шершень. Ты не захочешь, чтобы этот черно-желтый красавец залетел к тебе в гости, не так ли? Укус шершня очень болезненный, а в случае аллергической реакции даже опасен. Это агрессивные хищные насекомые, которые благодаря крыльям обладают отличной маневренностью. Но богомолу нет дела до этих преимуществ. Если шершень начнет задираться, то получит по голове, так же, как и любой другой враг в этой весовой категории. Поединок этих двух насекомых на близкой дистанции впечатляет постоянными попытками шершня атаковать жалом голову богомола и тем, как наш зеленый боец отражает это. Обрати внимание, богомол ранен и лежит без движения, но когда шершень подходит слишком близко, рассчитывая на легкий перекус, богомол тут же хватает его своими лапами и идет в контур наступления. Мы привыкли думать, что насекомые достаточно примитивные создания, а млекопитающие наоборот, самые развитые и поэтому успешные. Но богомол своим примером доказывает, что млекопитающим не стоит однозначно считать себя королями животного мира. Да, ты понял правильно. Это насекомое безо всякого яда или других хитростей способно охотиться на зверей. Конечно, на самых маленьких, вроде мышей, но все равно насекомые в несколько десятков раз легче. Однако молниеносный прыжок, захват и лапки богомола оказываются достаточно сильными, чтобы справиться даже с такой непростой добычей. Да что там мыши? В объектив камеры попали уникальные кадры, на которых богомол сумел поймать птицу. Небольшую, но все равно она была многократно крупнее и тяжелее насекомого. Богомол поймал ее, когда та подлетела к цветку, чтобы выпить нектары. Бросок и шея птицы в цепких лапах хищного насекомого. Время от времени богомолы нападают на самых маленьких птиц на планете на калибре. Может, эти пернатые и небольшие, но все-таки насекомые, которые охотятся на птицу? Вот это шокирует по-настоящему. Что ж, теперь ты будешь нюхать цветы с опаской, не так ли? Окей, если обычный богомол может охотиться на мышей, то на кого нападает самый крупный представитель их рода? Речь идет о виде Искноментис джигас, который обитает в западной части Африки. И это тот случай, когда насекомое вполне может являться в страшных снах практически без изменений. Ведь Искноментис джигас достигает в длину более 6,6 дюйма. То есть больше ладони взрослого человека. Нет, на газели он не охотится, но, конечно, поймать ящерицу для него не такая уже и редкость. Правда, по руке, как видишь, богомол ходит вполне спокойно и не проявляет лишней агрессии по отношению к человеку. А зачем? По-настоящему уверенный в себе воин не будет суетиться без причины. Какой факт о богомолах поразил тебя больше всего? Поделись своим мнением в комментариях и не забудь подписаться. Будем видеться чаще!